Правильное время А также их назначение становится ключом для успеха, в том числе и построения отношений. Книга Экклесиаста 3.1 «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Мудрый Экклесиаст, у которого была мудрость от Бога, рассуждая о смысле жизни, рассуждая о ценностях жизни, он делал ударение на времени. Если вы посмотрите на эту, она небольшая книга, но если вы ее прочитаете, вы увидите, что как много ударений он делал о времени, о использовании времени, о работе со временем, о значении времени в жизни человека. Так на самом деле и происходит. Сегодня, когда мы планируем свою жизнь или планируем достигнуть какой-то успех, мы не можем не задумываться о времени. Если мы говорим о семье, некоторые здесь не замужние еще, сестры, некоторые неженатые братья, вы не можете не думать о времени. Кто-то думает об этом больше, кто-то думает об этом меньше, кто-то думает об этом чаще, кто-то думает реже, но все думают о времени. Вы не просто думаете, ну да, мне надо жениться или мне надо выйти замуж. У вас следующим вопросом всегда стоит, когда, Господи? И этот вопрос, когда, это вопрос о времени. Я верю, что Господь положил мне некоторые мысли в сердце для того, чтобы сегодня вместе с вами порассуждать и поделиться с вами этими мыслями. Потому что время – это феномен такой удивительный. Он одновременно в себя вмещает точность и при этом неопределенность. Вот когда мы о чем-то говорим, мы можем говорить, вот это точная наука, а вот это гуманитарная наука. Вот время – это не точная наука и не гуманитарная наука, оно и то, и другое вместе. Поэтому я его назвал таким явлением. Это на самом деле явление. Это не просто как бы что-то привнесенное в человечество как естественное. Это неестественное. Это явление. Явление, которое пришло в результате грехопадения с одной стороны и милости Божьей с другой стороны. И вот в результате этих действий пришел вот этот феномен, это явление – время. Итак, давайте посмотрим на точность. Когда мы говорим о чьей-то точности или какому-то правильному порядку, мы можем как часы сказать. То есть вот точный, как часы. Или по тебе можно часы сверять. Или как швейцарские часы, кто чуть дольше живет, когда еще швейцарские часы что-то определенное значили. Как символ точности. То есть когда мы говорим о времени и мы сравниваем чьи-то действия или пытаемся их совместить с такой как-то вот периодичностью, пунктуальностью, способностью следовать принятым решениям. Мы говорим «точный, как часы». Это четвертая книга Царства, седьмая глава, первый стих. Это пророчество, которое говорит Елисей во время страшного голода в Израиле. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь завтра, в это время. Мера мухи лучшей будет по сиклю, и две меры ичменя по сиклю у ворот Самарии». То есть страшный голод. Люди не знают, когда будет выход. Ну мы же привыкаем тоже так к Божьему Слову. У нас кризис, болезнь или какая-то проблема. Как в отношениях может быть какие-то сложности. И мы к Богу приходим, как и царь послал сановника своего, чиновника. Узнай, что вообще, как дальше все будет. Ну и есть такие философские ответы, да? Когда ты приходишь, пастор, помолитесь за меня, пастор, молитесь. И так говорит тебе Господь, любит тебя и будет миловать тебя. То есть можно помолиться так, что слова хорошие, но ответ не понял. Вот в данном случае не это была практика у Елисея. У него была другая практика. Он говорит абсолютно конкретно, как швейцарские часы. Он говорит «завтра в это время». То есть вот в это время, когда ты сейчас спрашиваешь, вот в это самое время произойдет чудо. Там была большая история, и у меня нет времени сегодня. Я хочу уложиться в минут 40, может быть 45. Итак, есть точное время, когда мы получаем точный, ясный ответ, или мы имеем запланированное, ясное понимание, когда это случится. И это точность, которая есть во времени. С другой стороны, это время в себя также такую философию непредсказуемости вмещает. Послание Якова, 4 глава, 13-15 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и поживем там один год, и будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно, будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. И если в первом случае мы читаем пророчество «точное время», конкретный ответ, здесь Яков, наоборот, отправляет нас к такой непредсказуемости времени, неопределенности времени. Он говорит, вы можете спланировать все, что вы хотите, но это не значит, что будет так, как вы планируете. И вот это время, оно нас и путает. Иногда мы хотим, чтобы оно было точным, а иногда мы хотим, чтобы оно было неопределенным. Когда мы ожидаем получить что-то доброе и хорошее, мы хотим, чтобы оно было точным. Когда мы ожидаем что-то нехорошее, какое-то наказание, мы хотим, чтобы оно было неопределенным, абстрактным. Ну, как бы вот об этом было сказано, но не имело определенной даты, времени и так далее. Итак, время имеет в себе точность и имеет в себе философию непредсказуемости. И поэтому, когда мы хотим что-то иметь в своих взаимоотношениях, достигнуть результата в отношениях, да и вообще достигнуть результата в жизни, нам нужно учиться управлять с этим ресурсом времени, которое вот такое непростое. Всякий раз, когда мы желаем приобрести или достигнуть чего-либо, или преобразить, мы вынуждены обращаться к этому ресурсу времени. Учеба, контракты, финансовые договора. Когда мы расчисляем на определенные отрезки, мы разбиваем, например, у нас есть цель, мы хотим поставить перед собой цель, мы не можем игнорировать время. Нам придется ставить перед собой какие-то отрезки, отмерять, заключаем договор, мы прописываем условия оплаты, мы или условия зарплаты, мы определяем дни, мы определяем периодичности. Любой, абсолютно любой проект, мы возвращаемся к ресурсу времени. Отношения не исключения. И когда мы делаем отношения исключением, мы не достигаем результата. То есть, если мы научились в финансовой сфере, мы желаем взять определенную, например, какую-то субсидию, приобрести квартиру, машину, или взять инвестиции в бизнес. Мы определяем временные ресурсы, за какое время окупится, как мы будем отдавать, сколько времени будем отдавать, когда наступит прибыль и так далее. Когда мы касаемся взаимоотношений, мы иногда как будто бы исключаем фактор времени. В результате мы попадаем в такую яму, временную яму. У нас что-то должно произойти, но ничего не происходит. То есть, мы соглашаемся со временем только в формате его непредсказуемости. Но мы не смотрим на время в формате его определенности. Итак, когда мы беремся за отношения, нам необходимо время употреблять точно так же, как мы употребляем его в других процессах. Если вы хотите стать специалистом, например, в медицине, вы понимаете, вам надо столько-то лет, чтобы завершить институт, вам нужно столько-то лет, чтобы пройти практику, вам нужно столько-то лет до того момента, когда вы станете тем специалистом, которым вы хотите стать. И это не просто время, ну вот я сегодня отмечу календарь, и там через 10 лет я вернусь. Нет, вы разбиваете, и вы знаете, что вам нужно сделать каждый год. А те люди, которые помогают вам состояться как специалисту, они еще внутри этого времени определяют для вас программу развития. И эта программа развития внутри этого времени, она является как бы гарантом, что вы на самом деле придете туда, куда вы хотите прийти. Почему нужны наставники? Почему нужно ученичество в церкви? Потому что иногда мы можем жить годами, не имея абсолютно никакой программы внутреннего духовного развития. Мы умные в вопросах финансов, но мы проваливаемся в вопросах души и взаимоотношений. В семье. Если нету в семье никакой программы внутреннего развития, если нету видения, если нету совместного понимания, куда вы вообще идете, что вам для этого нужно? Есть разные периоды в семье. Есть периоды, когда может надо больше работать. Есть периоды, когда надо получать образование. Есть периоды, когда надо заниматься детьми. Есть периоды, когда надо заниматься друг другом. В каком периоде сегодня вы находитесь? Алина смотрит скучно на меня и говорит, Да ни в каком я периоде не дохожусь. Я еще на старте, еще даже не низком, Алина, в старте. Когда мы к чему-то готовимся и входим в какие-то взаимоотношения, необходимо определять структурность этого вопроса. И в этом нету чего-то неестественного. Давайте рассмотрим, я хочу показать несколько принципов, как определить правильное время, если вы хотите построить взаимоотношения с людьми, как определить правильное время для тех процессов, в которых вы хотите с ними взаимодействовать. Это, как я сказал, конечно, мы в первую очередь говорим о семье, но также мы говорим о дружбе, о построении партнерских отношений, о построении отношений внутри служения, то есть это не касается только семьи. Первое, о чем бы я хотел поговорить, это полнота времени. Первое, на что необходимо обратить внимание при простроении взаимоотношений с кем-либо, или укреплении этих взаимоотношений, или восстановлении этих отношений, я не знаю, в какой фазе у вас, или подготовке к этим отношениям. Первое, с чего необходимо начать, это понимание полноты времени. Я бы хотел, чтобы Господь помог вот на своем примере, через свое слово нам это увидеть. Вообще смотреть на Бога в контексте времени интересно, потому что Он живет вне времени, и Он с временем взаимодействует. Мы знаем, что для Него один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. То есть Бог вне времени, но Он взаимодействует со временем. Поэтому смотреть на Его пример очень интересно. В Нем сочетаются вот эти два фактора, фактор непредсказуемости и фактор точности. Когда мы видим это в Нем, нам легче это применять и к своей жизненной практике тоже. Итак, первое, полнота времени. Послание Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Апостол Павел говорит, вообще апостол Павел, небольшая сноска в его биографию. Еврей из евреев, фарисей из фарисеев, человек глубоко знающий Писание. Другими словами, для чего я это говорю? Он прекрасно понимал все, что Писание говорило о Христе, о Мессии, которого еврейский народ ждал. Это для нас он неожиданный подарок, для всех прочих народов. Для евреев это не был неожиданный подарок. Это столетиями ожидаемый Мессия. Поэтому, когда Павел говорит о пришествии Мессии, он ясно понимает, о чем он говорит. И вот он говорит фактор взаимоотношения Бога с человечеством через своего Сына. Когда начался результат? Когда запустился процесс? Когда пришла полнота времени? Что такое полнота времени? Полнота времени, я для себя записал, это совокупность факторов, которые гарантируют исполнение необходимого. То есть, когда совокупность факторов совмещается, то есть, абсолютно каждая деталь, даже маленькая деталь, она пришла в совершенное соответствие. Тогда Бог запускает процесс, потому что вся подготовительная платформа совершилась. И вот Павел это определяет простым выражением. Когда пришла полнота времени, Бог запустил процесс. Дорогие, если вы хотите построить сильные взаимоотношения, иметь хороших партнеров, иметь замечательное служение, быть благословением или благословенным служителем для других, если вы иметь хотите хорошую крепкую семью, необходима полнота времени. Полнота времени, некоторое говорит, что у меня вот такой возраст, наверное, полнота времени. У меня такое биологическое состояние, наверное, полнота времени. Здесь имеется в виду совокупность всех факторов – видимых факторов и невидимых факторов, духовных факторов и земных факторов. Есть факторы земные и есть факторы духовные. Поэтому, когда мы говорим о себе и о нашем восприятии процесса, мы не способны осознать всей полноты. Человек никогда не будет способен полностью осознать всей полноты. То есть это не дано человеческому существу. Мы не можем сами по себе без Бога сказать «У меня пришла полнота времени». Не можем. Почему не можем? Потому что у нас нет этого арсенала. Мы ограничены в своих опциях. У нас нет такого взгляда. У нас нет такого чувствования. И больше того, я скажу, у нас нет той аналитической программы, которая была бы в нас вложена, в наш разум, позволяющая оценить, что совокупность всех факторов пришла в полное время. Поэтому Слово Божье всегда от Ветхого до Откровения, от Ветхого Завета до Откровения, говорит, ищите Его воли. Искать Его волю – это не просто узнать, что Он хочет для нас. Искать Его волю – это доверять Богу, что Он способен определить правильные моменты, эпизоды, когда Он, анализируя все происходящее, видимое и невидимое, определяет правильное время. Давайте посмотрим книгу «Экклесиасты 3.11». «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Невозможно. Он говорит, но Он вложил мир. Вспомните слова Христа, когда Он говорит, уходя, «Мир мой оставляю». Вы видели в Евангелии, чтобы Иисус так сильно переживал, что Он не успеет? Или что Он сделает что-то не вовремя? Он не переживал об этом? Почему? В Его сердце был мир, Он знал, что есть Тот, Кого Он называет Своим Отцом, и Тот определяет эту полноту времени, а Он, послушаясь Своему Отцу, всегда попадает в десятку. Дорогие, полнота времени, как бы мы ее ни старались определить, мы не сможем ее определить. И более того, скажу, когда человек сам по себе пытается определить полноту времени, он или разочаровывается, или впадает в гордость, или впадает в обольщение. Нам нужно доверять этот вопрос Богу. Много факторов остается за пределами нашего восприятия. Когда мы можем вспомнить о Саре, она рассмеялась, потому что пришел Бог, говорит, у тебя через год будет сын Аврааму, а она смеется тихонечко за углом в шатре. Господи, ты чего смеешься? Ты мне не веришь. А она понимает, для нее время уже прошло. Вот факторы, которые ее определяли по ее факторам, по ее аналитике, время прошло. А Бог говорит, оно не прошло, потому что у меня другая аналитика, и только что статистический отдел на небесах выдал мне абсолютно точную информацию, что через год у тебя будет сын. Смейся или не смейся, это твой выбор, но он у тебя будет. Потому что стечение всех факторов пришло в то необходимое действие. Дорогие, я не хочу вас отправить как бы в фатализм. Я хочу вам сказать, есть мир, который Бог дает нашим сердцам, доверять Ему, что Он знает полноту времени. Есть проповедь, если вы захотите, вы можете ее найти на YouTube. Моя проповедь называется «Циферблат судьбы». Там я больше рассуждаю об этом. Поэтому сейчас я не буду долго на этом останавливаться. В Деянии апостола, в 1 глава, 7 стих, Христос сказал ученикам, апостолам, Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власть. И вот это то, как бы это я подчеркиваю то, что я сказал выше. Что имеет в виду Христос? Иногда мы читаем Его слова, и нам кажутся они грубыми. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. То есть, ну, не доросли, и вообще не вашего ума это дело, и как-то так грубо. Нет, Он имеет в виду другое. Он говорит, поймите, как бы вы не хотели понять или познать время, вы не сможете. Поэтому Бог, зная вашу немощь, чтобы вы не мучились этим вопросом напрасно, Он положил это в Своей власти, и Он знает правильное время. С такой формулировкой, которую я имею в виду сказал Христос, спорить бесполезно. В нее необходимо научиться верить. Если Отец положил это в Своей власти, этому нужно научиться верить. И доверять Ему определение полноты времени. Итак, завершая этот раздел с полнотой времени, если мы желаем опереться на какое-то правильное время в своей жизни, когда мы начинаем взаимоотношения, когда мы строим взаимоотношения или укрепляем взаимоотношения, важно доверие Богу. Он знает совокупность всех факторов. Молитва, поиск Божьего лица – это неотъемлемая, необходимая часть нашего поиска правильного времени. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, как определить правильное время – признаки времени. Мы говорили о полноте времени, теперь давайте поговорим о признаках времени. Если мы не способны вычислить полноту, мы можем вычислить признаки. И это Господь оставил в нашей власти. Книга пророка Даниила, 9 глава, 2 стих. «В первый год царствования Его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господня к Иеремии и пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». И здесь мы видим, если мы говорили, полноту времени не понять, но признаки времени понять можно. И если мы доверяем полноту времени Богу, то признаки времени Бог доверяет нам. И это как раз тот процесс, в котором мы принимаем участие, поэтому мы не фаталисты, то есть мы не люди, другими словами, которые верят в судьбу, некую судьбу, прописанную на небесах, которая независимо от нас в какой-то момент обязательно исполнится. Нет. Полнота времени в Божьих руках, но признаки времени Бог дал нам. И эти признаки, или наша сообразительность в этих признаках, иногда и определяет продвижение к совокупности, к совершенству всех факторов. Даниил говорит, «Я сообразил». Хорошее слово, «сообразил». Братья и сестры, надо соображать. Если мы лишаемся соображения, мы лишаемся воли Божьей. Может быть, это звучит громко, но это правда. Сообразительность – это способность работать с информацией, сводить воедино множество показателей, чтобы достигнуть максимальной точности в суждениях и определениях. Нам приходится всегда что-то определять, о чем-то судить. Настя, не скучай. О любви чуть позже поговорим. Дойдем до этого. Но нужно о сообразительности поговорить. Итак, когда мы говорим о сообразительности, есть много разных информации к нам поступает. И мы видим то, мы видим другое, мы пытаемся эту информацию свести. Вот Даниил, он читал книгу Иеремии, и он дошел, он осознал, о чем он говорит, и он не просто осознал, он вычислил точное время. И это точное время было правильно. Так и было. Бог запланировал 70 лет, чтобы Израиль был в Вавилоне. Но он прямо об этом не сказал. Но пророчески он об этом сказал. И Даниил, это был человек высокого духа. Он был способен проникнуть. Он был способен искать и соображать. Нам необходимо, когда мы сталкиваемся в отношениях с проблемами, работать с информацией. Нам всегда придется работать с информацией. И эта информация будет поступать из разных источников. Будут шептуны, которые будут наушниками садиться на ухо и говорить тебе что-то. Будут люди прямые, которые будут говорить. Будет информация, которая приходить будет вообще из третьих источников. Мы всегда работаем с информацией. И сообразительность – это способность эту информацию обработать и сделать более или менее точные выводы. Потому что от этих выводов будет дальнейшее построение взаимоотношений. Когда мы говорим о служении, для меня, как для пастора, очень важно постоянно анализировать. И некоторые мои служители, они знают, я очень чувствителен к настройкам человека. Если я вижу смену характера не один день, несколько дней, я вижу какое-то изменение в стилистике поведения, я обращаю на это внимание. Для меня, как для пастора, это важно. Это говорит о каких-то процессах, которые человек переживает. Если я не разберусь вовремя в этих процессах, то могут быть какие-то проблемы, а я не хочу, чтобы в жизни людей или в жизни служения были проблемы. Это также в жизни семьи. Пришли дети, их стилистика поведения изменилась. Пришла жена, поведение изменилось. Пришел муж, поведение изменилось. Работайте с информацией, молитесь Богу, думайте, размышляйте. Я не говорю о подозрительности ни в коей мере. Но если вы вовремя сообразите, если вы вовремя поймете, что дало Израилю понимание Даниила 70 лет. Поймите, что это дало Израилю. Это дало конкретное, ясное понимание поколения, которое надо подготовить к возвращению домой. Это значит, им надо подготовить ресурсы, им надо подготовить историческую, политическую, системную базу управления, в них надо вкладывать национальную идею, в них надо вкладывать веру и желание построить храм. Время, которое было определено по этой книге, помогло израильскому народу потом правильно подготавливать к следующим процессам жизни. Если мы не умеем работать с информацией, если мы не понимаем информации, нам нужно учиться. Я вам советую, работайте с Божьим Словом. Любите Божье Слово, читайте Божье Слово. Вы удивитесь, насколько там тонко показано Духом Святым, как мы можем работать с информацией, поступающей к нам. Есть некоторые книги, особенно хорошо об этом говорят, но я не буду выделять какие-то одни. Я еще на втором листочке, а у меня еще их два потом будет. Поэтому мне нужно поспешить дальше. Евангелие Матфея, 24 глава, 32-33 стих. Иисус говорит, от смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Он говорит о признаках последнего времени. Вся та глава, 24-я, она говорит о признаках последнего времени. Итак, признаки в твоих руках. Полнота времени не в твоих руках. Признаки в твоих руках. Соображайте, включайтесь, предупреждайте какие-то моменты. Иногда человек даже, ну, он еще не дошел до каких-то процессов, но он уже встал на путь, уже может какой-то мыслительный процесс. Иногда в отношениях достаточно вовремя предупредить кого-то, и он никогда этим путем вообще не пойдет. Вы спасете душу, вы спасете семью, вы спасете своих детей, просто вовремя наблюдая за признаками времени. И давайте пойдем дальше, уже не будем останавливаться больше. Мне нравится это говорить, но пойдем дальше. Третье, что необходимо нам для правильного понимания времени, это атмосфера времени. Атмосфера времени. Для тех, кто хочет выйти замуж или жениться. Когда я говорил о полноте времени и о признаках, признаки – это не ваше желание, признаки – это ваши способности. Поэтому не путайте желания и способности, но может когда-то, Бог позволит, вернемся к этому позже. Это так, ремарка небольшая для конкретной категории. Атмосфера времени. Атмосфера – это не менее важный фактор для определения правильности времени. Я бы назвал это как сопутствующие детали, которые усиливают эффект восприятия. Сопутствующие детали, которые усиливают эффект восприятия. Во взаимоотношениях очень важна атмосфера. Если вы желаете решить какой-то вопрос с каким-то человеком и не учитываете атмосферу, скорее всего, вы не будете поступать разумно. Потому что от атмосферы часто зависит вообще решение дальнейшего вопроса. Или продвижение его, или его оттормозка на многие иногда годы. Поэтому важно учитывать атмосферу. Бытие 3,8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Искрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Я уверен, что это был не первый приход Господа к людям. И он приходит в рай, в прохладу дня. Атмосфера, которую выбирает Бог для встречи с человеком, идеальная для того, чтобы пообщаться с человеком и донести до него важные глубокие мысли. Послушайте, Бог учитывал атмосферу своего прихода к человеку. Мы иногда выше Бога себя считаем. Мы думаем, мы настолько великие, или мы настолько красивые, или мы настолько умные, что нас примет в любое время, и к нам обязательно прислушаются, и то, что мы сказали, обязательно сделаем. Не льстите себе и не впадайте в обольщение. Очень важна правильная атмосфера для правильного результата. Поэтому, когда мы работаем с людьми, когда мы работаем в семье, во взаимоотношениях, если мы не владеем вот этой способностью различать атмосферу, мы будем часто попадать, точнее, не попадать в цель. Иногда, когда мы хотим пролить какую-то информацию, как свет, на какую-то ситуацию, или мы имеем ожидания, и эти ожидания хотим озвучить, или как-то по-другому желаем донести то, что у нас есть, до других людей, это надо понимать, что, выходя из нас, если сравнить это со светом, когда вы смотрите на воду, вот свет падает на воду, но если вы смотрите из-под воды, то он преломляется через воду, и угол его меняется, он уже падает по-другому, он уже светит по-другому. Вот мы, как солнце, возьмем, да, как солнце, вот вам это больше нравится. Вы солнце. Юля, не спи, пожалуйста. Радно встает на работу, приезжает. На тебя посмотрели некоторые. Юля не спит, извините, я просто пытаюсь интерактив, у меня нету чата, поэтому я вот пытаюсь интерактив делать. Когда мы, как солнце, пытаемся осветить какую-то информацию, мы пришли домой, мы пытаемся о чем-то говорить, мы пытаемся свои ожидания какие-то донести, мы пытаемся презентовать что-то. Вот у нас есть солнце, у нас есть свет, мы проливаем эту информацию, и нам кажется, что вот эта информация, как мы ее пролили или как мы осветили, она вот так и дойдет. Нет. Как только эта информация сталкивается с душой другого человека, она моментально преломляется. Каким бы совершенным этот человек ни был, то есть даже если вода абсолютно гладкая, абсолютно чистая, абсолютно прозрачная, все равно будет преломление. Точно так же, даже если перед тобой самая чистая душа, самый любящий тебя человек, преломление все равно произойдет, и мы должны всегда делать сноску на преломление. Однажды в одной программе про природу рассказывали про рыбку, которая сбивает своей слюной насекомое на листике. И они как раз удивлялись вот этой способности этой рыбки, что вот Бог в нее вложил такую способность. Она же видит по-другому. Но вот у этой рыбки есть способность учитывать преломление и своим плевком сбивать насекомое, чтобы оно падало в воду, а она его съела. То есть вот для прокорма этой рыбки Бог дал эту способность. Уверен, Бог вложил эту способность и в нас, сестры и братья. У нас есть способность понимать преломление. Атмосфера – это именно преломление. Когда вы входите в какую-то атмосферу, она преломляет. И чем хуже эта атмосфера, тем сильнее будет преломление. И вы должны учитывать это. Чем у вас меньше отношений с этим человеком, тем более положительную атмосферу надо. Потому что если у вас прекрасные отношения, атмосфера даже может быть негативной, но уже из-за построенных отношений, несмотря на большое преломление, все-таки вы сможете удержаться в своих решениях. Но если у вас еще и с человеком особо отношений нету, вы не учитываете это преломление, тогда, скорее всего, вас на работу не возьмут. Поэтому учитывайте атмосферу, в которой вы находитесь. Я прочитаю иллюстрацию из книги «Исфирь», 7 глава, 6-8 стих. «И сказала Исфирь». Здесь уже царский такой, точнее праздник у царицы, она сделала его для царя, позвала Амана, который хотел убить народ. И вот уже откровенный разговор с царем. Царь спрашивает, кто этот злодей. И сказала Исфирь, «Враг и неприятель этот злобный Аман. И Аман затрепетал перед царем и царицею. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце». Остановимся здесь. Бывало ли у вас такое, когда люди, которые рядом с вами, вот им лучше прогуляться по саду в данный момент. И вот это не лучшее время, когда что-то им нужно говорить. Некоторых нужно отпустить в сад. Потому что если ты продолжишь разговор, у тебя может быть не только нерешение вопроса, у тебя могут быть дальнейшие проблемы. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь. Вот как это воспринимает царь. «И сказал царь, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману. Не решена проблема. Царь во гневе. Он разгневан. И Аман делает большую глупость, потому что царь не может в данный момент воспринимать его как доброжелателя. И действие Амана он умоляет. То есть он готов покаяться во всем. Он готов там евреев расцеловать. Он готов изменить всю свою жизнь. Он уже ко всему готов. Но царь слышит другое, потому что преломилась информация, и это преломление было настолько сильное. Вот его восприятие. Он не просит пощады, он хочет насиловать. Настолько серьезное преломление завершается сильной трагедией для Амана и, конечно, сильной победой для евреев, которую они до сих пор празднуют. Это целый праздник в еврейском народе до сего дня. Итак, когда вы строите взаимоотношения, учитывайте атмосферу. Она играет очень важную роль. В притчах о неразумном юноше, у меня нет времени читать, я напомню, там блудница, он проходил мимо ее дома. Она вышла к нему. Что она делала? Она не просто схватила и потащила его куда-то. Она создала атмосферу. И она эту атмосферу доносила до него. Она им восхищалась. Она говорила ему правильные слова. Она говорит, я надушила мой дом. Я убрала его. Я создала атмосферу. Атмосфера, которую она создала, было достаточно, чтобы выключить мозги у этого юноши. Некоторым женам это может помочь. Потому что, когда мы приходим домой, нам просто сегодня, возвращаясь домой, подумайте о той атмосфере, в которой вы встречаетесь. Я уверен, что у нас братья и сестры сильные в церкви, могущественные в Господе. Но иногда, когда в доме атмосфера отрицательная, а вне дома атмосфера положительная, сохранить баланс во взаимоотношениях становится трудно. Когда на работе женой или мужем восхищаются, а домой она приходит и слышит, ты такая, ты вот такая, ты такой, ты без руки, ты гвоздя прибить не можешь. Разница в атмосфере выталкивает из отношений. Я не просто так применил эту историю с этой нечестивой женщиной. Грех часто знает лучше, как создать атмосферу, чтобы увлечь. А мы этим не пользуемся, и мы как будто не понимаем. У нас как будто замерзшие мозги. Мы хотим лучшее в своей жизни, но лучшего для этого атмосферы не создаем. Но ведь Бог не так поступил. Ведь Бог, прежде чем создать что-либо на этой земле, Он создал атмосферу, чтобы эта земля могла превращать плод, чтобы здесь температурных аномалий не было, чтобы мы с вами жили нормально и комфортно, пока Адам с Евой не придумали другого мира. В книге «Притч» особенно много говорится о мужчинах, женщинах, которые имеют обратный эффект от окружающей атмосферы, то есть от их деятельности, от их слов, от их проявленных чувств. Нету времени много говорить. Ленивец. Обратная атмосфера, нищета, взаимоотношений нету, от него и друзья отворачиваются. Жена благочестивая. Целая 31-я притча описывает. Что она описывает? Атмосферу. Атмосферу, в которой хочется жить. Атмосферу, в которой хочется бежать. Атмосферу, из которой не хочется выходить. Итак, если вы желаете построить хорошие отношения, стройте атмосферу. На рабочем месте стройте атмосферу. В служении необходимо строить отношения. В семье необходимо строить взаимоотношения. Конечно, мы не идеальные. И вы можете подумать, ну вот я уже так много ошибаюсь. Если вы ошибались даже 20 лет, сегодня примите решение, что-то начинать менять. В отношениях с детьми, с мужем, с женой, на работе, начинайте менять атмосферу. И помните, все, что вы хотите донести до людей, преломляется через эту атмосферу. Последнее, я задержусь, и, наверное, у нас не 40, около 50 минут получится все-таки. Это интервал времени. Последнее, о чем бы я хотел поговорить, если мы выбираем правильное время, нам необходимо понимать интервальность или периодичность. И в интервалах также есть как числительная, так и философия. То есть это не абсолютно точная наука. Если мы соприкасаемся со стабильными сферами, мы можем планировать, например, отношения. Для укрепления отношений мы хотим сделать жене подарок, или мы хотим сделать мужу подарок, или мы хотим сделать детям подарок, или дети родителям. Это стабильная сфера. Вы можете ее вычислить, сколько вам необходимо денег на этот подарок, сколько вам нужно времени, чтобы скопить эти деньги, и когда вы его хотите, на какой праздник сделать. Стабильная сфера. Эти интервалы можно спланировать. Отдых. Стабильная сфера. Нам всем нужен отдых. В Библии Господь евреям говорил, у вас должна быть периодичность. Вот такая периодичность. Отдых. В семье также. Мы можем это планировать. У нас есть работы, мы можем знать свой график. Это стабильная сфера. Здесь можно применять числительные интервалы. В отношениях определяются числительными. Мы знаем, когда мы увидимся, когда она уйдет на работу, когда она придет с работы, когда он уйдет, когда он придет. Интервалы понятные. Мы можем их понимать. И это нам помогает для выстроения взаимоотношений. Мы знаем, сколько времени мы проведем вместе, когда и так далее. Я не буду на этом долго останавливаться. Я хочу больше коснуться других чувственных сфер. И вот здесь уже логика не работает. И мы не можем их ввести в числительные. Когда мы касаемся чувственных сфер, здесь включаются другие интервалы времени. Они не зависят от хронологии событий. Они зависят от эмоций. И муж и жена сейчас, которые меня слушают, если вы в браке, вы можете это понять. Я же прочитаю просто в послании Коринфянам 7 глава со 2 по 6 стих. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над телом, но муж, над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнений в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Впрочем, это сказано мною, как позволение, а не как повеление. И вот здесь, когда мы говорим о спонтанных интервалах, их невозможно вычислить. Но их важно учитывать во взаимоотношениях. Когда вы вступаете во взаимоотношения, особенно семейные взаимоотношения, необходимо учитывать эмоциональный фон друг друга. И будет так происходить, что вам сложно будет запланировать интимные взаимоотношения с определенным интервалом в определенное время. Понятно, что мы заключены в рамках воспитания детей, они в нашем доме, в рамке работы и так далее. Но когда мы говорим о эмоциях, они спонтанны, и они требуют обратной связи. Если вы не будете позволять вот этой интервальной шкале быть живой, быть подвижной, вы не сможете построить крепкие взаимоотношения, потому что в вас должна быть ответная реакция. Поэтому, когда вы строите взаимоотношения, рассчитывайте, что в вашей жизни будут не только хронологические интервалы, у вас будут эмоциональные интервалы, которые не будут зависеть от вас, они будут зависеть от ваших партнеров, от мужа или от жены, я имею в виду. Если же мы говорим, это касается не только интимных отношений, а также дружбы, поддержки. И в Евангелии Луки Христос говорит, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Когда Христос говорит такие слова, Он говорит, «У меня есть сильные эмоциональные переживания по отношению к тому, что со мной будет скоро происходить. И я хотел, чтобы в хронологию событий Отец внес наше общение и вот этот наш ужин пасхальный до этих событий, потому что мне очень важно это время провести было вместе с вами». То есть это не хронологический интервал, это спонтанный, это эмоциональный, это то, что задевало Господа. Он желал провести время. Иногда так бывает, когда у нас есть какие-то встречи, да, вот мы имеем служение сегодня, вот мы встретились. Но если мы говорим о дружбе, и это реальная у вас дружба, иногда так будет, что тебе друг позвонит и скажет, «Слушай, мне тяжело, я переживаю сейчас трудные моменты, ты можешь пообщаться со мной». И нам необходимо понимать, эти интервалы, они живые, они подвижные. Мы не должны говорить, ну хорошо, давай запланируем с тобой время на следующей неделе. Так мы можем ответить человеку, который не близок к нам. Но если этот человек близкий, он служит вместе с нами, или он дружит с нами, или это какой-то тесный партнер, интервалы должны быть подвижными в этих вопросах. Надежда, выйди, пожалуйста, уже и вдохнови всех нас. Давид, когда он попал в заговор, в преследование, он обращается к Иоаннафану за поддержкой. Он очень нуждается в этой поддержке. Иоаннафан рискует жизнью. Иоаннафан рискует жизнью, чтобы поддержать своего друга. И там написано, в финал вот этой истории, они плачут друг у друга на плечах. Почему? Они не знают, когда они уже увидятся. А точнее, они уже не увидятся. И это переживания, глубокие переживания, они сокращают. Это спонтанные встречи, это спонтанное сближение. Оно не запланировано, оно не запрограммировано. Это то, что рождает душа. Итак, для сильных взаимоотношений необходимо позволять, чтобы мы могли ценить переживания близких нам людей. Если мы видим внутренние страдания, если мы видим какое-то ожидание от нас, если мы видим, что человек сейчас просто в нас нуждается, нам необходимо все оставлять. И говорить, значит пришло время мне побыть рядом с тобой. Это очень важно. Вспомните притчи, когда Господь говорит, у него пир, у него праздник, он зовет друзей, друзья отказываются прийти. Это больно, это отторжение. Отторжение – это разрыв, это микросмерть. Когда мы в момент нужды отталкиваем человека, мы не способны оценить то, что он чувствует. Мы не способны оценить переживания. Это не может помогать и содействовать построению взаимоотношений. Не отказывайте друг другу во взаимоотношениях. Завершая сегодня проповедь о правильном времени. Итак, правильное время тоже бывает такое вот спонтанное. Деяние апостолов 1, 7, 8. Вернемся к словам Господа. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре и даже до края земли. И завершая мы будем сейчас молиться, я хочу сказать то, что то, о чем говорит Христос, очень важно. Я хотел этим подчеркнуть финал нашего рассуждения о правильном времени. Он говорит, если вы будете исполнены силы Святого Духа, вы сможете пройти любое время. Я еще раз хочу вам сказать, если вы будете исполнены силы Святого Духа, вы будете способны пройти любое время. Он сделал акцент на этом, когда они пытались понять время. Он говорит, сконцентрируйте сейчас свое внимание на силе. Дорогие братья, дорогие сестры, нам необходимо концентрировать свое внимание на силе, которое внутри нас. Если мы теряем взаимоотношения со Святым Духом, если мы перестали переживать Его присутствие, укрепляться в Его присутствии благодатью Христовой, скорее всего, придет какое-то время, которое поразит нас. Но если мы будем исполнены силы Святого Духа, любое время, которое мы будем проходить, не убьет нас, не разрушит твою семью, не разрушит твои отношения, не разрушит твои служения, не разрушит твое протерство, не разрушит твою дружбу, если ты исполнен силы Святого Духа. Когда Первая Церковь исполнилась силы Святого Духа, они проходили через чудеса, оставались верными, они проходили через финансовый недостаток, оставались верными, они проходили через финансовое благополучие, оставались верными, они проходили сквозь гонения и рассеяния, оставались верными, они проходили сквозь все времена и у них была сила, чтобы в любом времени иметь лучший результат. Вот этим я хочу завершить сегодня послание.